ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжительная оттепель, вслед за которой тоже ожидается похолодание. Как, собственно, это отражается на наших коммунальных службах? Насколько активно они сейчас убирают снег, чистят проезжую часть тротуара, вывозят снег? Об итогах реализации программы «Безопасные и качественные дороги», то есть это строительство дорог в областном центре в этом году, о планах по строительству на следующий год и о прочих других нюансах мы будем говорить с нашим гостем. Артем Драчков у нас в студии, заместитель начальника департамента городского хозяйства. Артем Владимирович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вот мы сейчас разговорились перед началом нашего эфира о том, что прогноз погоды в последнее время, ну вот, хотелось бы, чтобы он был более оперативным, более точным. И я думаю, что многие простые жители, да, не связанные с дорожными работами, они прекрасно понимают, что ресурсов в интернете очень много, где можно посмотреть прогноз погоды, и все они практически дают какие-то разные предсказания. И очень сложно сообразить, и, безусловно, это все сказывается, да, на работе подрядчиков. Ну, я думаю, наверное, администрация-то напрямую от гидромедцентра погоду получает, не от ГИСМЕТИО. Нет, на самом деле, все правильно вы сказали о том, что есть сложности из получения информации, а именно достоверной информации из разных источников по прогнозу погоды в городе Кирове. Естественно, все это сказывается на оперативных решениях, которые необходимо принимать для того, чтобы качественно, своевременно прибирать уличную дорожную сеть. Мы информацию получаем в том числе через единую диспетчерскую службу города Кирова от МЧС по всем циклонам, антициклонам, которые непосредственно сразу передаем подрядным организациям, которые занимаются уборкой уличной дорожной сети, для того, чтобы они оперативно реагировали. К сожалению, синоптики не дают нам точных прогнозов даже за неделю, чтобы спланировать грамотно работу по снеговывеске уличной дорожной сети. Поэтому планируем за три дня работу по снеговывеске с уличной дорожной сети. А смотрите, а нельзя работать в режиме хорошего и плохого сценария? Нет, конечно, мы работаем... План А и план Б, да? Да, естественно, работаем в двух направлениях. То есть формируем по плану, то есть знаем, что, например, с 1 по 10 мы вывозим такие-то улицы. Сначала магистральные, затем второстепенные, затем те, которые у нас в пригороде. Это при условии, что погода будет позволять, при этом не будет обильных осадков. Все верно. А если погода вносит свои коррективы, мы, естественно, переориентируем машины для того, чтобы сначала очищать уличную дорожную сеть, а потом уже приступать к снеговывеске. А вот смотрите, Артем Владимирович, вот у нас сейчас один снегопад, ну, по большому счету, плавненько перетек в другой снегопад. С небольшой передышкой, да? Да, там на даты вот до 22 декабря, насколько, ну, если я правильно помню, в основном, да, как раз были на снеговывозку заявлены магистральные улицы, путепроводы, то есть крупные улицы. И получается, сейчас мы быстренько переиграем, машины перекинем на расчистку, а периферия так и останется у нас в снегу. Нет, смотрите, как раз времени достаточно было, чтобы вывезти с магистральных улиц. Сейчас в случае снегопада, то есть, естественно, у нас гандикап свободного места для магистральных улиц и для складирования снега остается. И сейчас параллельно с очисткой улиц идет снеговывозка со второстепенных улиц для того, чтобы у нас движение по второстепенным улицам не остановилось. Можно вообще как-то вот с прошлым годом сравнить? Потому что, ну, по ощущениям кажется, что в прошлом году, вот, по крайней мере, на эти даты было меньше снега. Но, возможно, это только кажется. Нет, на самом деле в ноябре у нас снега не было, да. В декабре активно два раза выпал снег. То есть месячная норма здесь выпала у нас за одни сутки. 15, по-моему, да, сантиметров? Да, и до этого, там, нет, в первый снегопад у нас выпало 27 сантиметров, а здесь месячная, то есть больше даже 27 сантиметров. Это имеем предыдущие выходные. Это вот 17-го, да, вот 17-го, 18-го. Вот, поэтому у нас получается, что за месяц выпало там больше среднемесячной нормы осадков. Естественно, в прошлом году такого не было. Естественно, мы ожидали, заранее готовились. И, как подчеркнул Вячеслав Николаевич, выполнили работу наудовлетворительно. То есть есть к чему стремиться, чтобы наладить работу, даже вот в таких экстремальных ситуациях. То есть если мы знаем с вами, что даже Москва в обильной снегопаде не справляется с такими возможностями финансовыми, то город Киров справился, и я надеюсь, в текущем году у нас не будет больше и в следующем не будет проблем. То есть работу над ошибками с подрядчиками провели, акцентировали места, где у нас было, так сказать, проблематично вывозить снег и ночью, и днем. Сейчас вместе с сотрудниками ГИБДД эти вопросы отрегулировали дополнительно. Днем даже сейчас формируем кучи на улично-дорожной сети для того, чтобы уже парковочные карманы и, скажем, крайняя правая полоса была свободна, для того, чтобы даже днем вывозить снег с таких улиц, где движение даже днем спокойно, чтобы не мешать потокам транспортных средств. Смотрите, в понедельник после снегопада губернатор говорил о том, что как только начинается сильный снегопад, возможно, невозможно, он говорил, что нужно переходить в штабной режим работы, то есть собирать штаб, в который войдет и региональный Минтранс, чтобы на дорогах области было, ну и, соответственно, городские какие-то структуры. Вот этот снегопад, это уже подходит под определение штабной работы или еще нет? Ну, этот снегопад, он ожидаемый, он не такой шквальный, как был в предыдущие выходные, поэтому работаем в оперативном режиме, то есть со всеми службами, которые должны быть в штабе, а работа налажена, то есть оперативно друг у друга получаем информацию и выпускаем на линию ту технику, которая потребуется в существующих ситуациях. На чем сейчас подрядчики сосредоточены? Вот сейчас у нас... У нас такая легкая метель пока еще, если можно легкой ее назвать. До обеда, то есть они занимались стандартно, то есть очистка остановок транспорта общего пользования, там, где необходимо было убрать складированные снежные массы, вывозили снег. Как только пошел снег, ну, обильно, естественно, на магистральной улице вышла техника для того, чтобы расчистить. На съездах и скатах, спусках, подъемах началась работа противогололедным материалом для того, чтобы у нас общественный транспорт и большие грузы не вставали и не тормозили транспортные потоки. После воскресного снегопада традиционно у нас было очень много жалоб, претензий в социальных сетях, да, люди просто массово выкладывали эти фотографии с указанием конкретных адресов, зачастую учитывали в работе эти сообщения, удавалось оперативно направлять именно на эти участки спецтехнику? Да, конечно. Давайте с вами вот вспомним, здесь недавно кто-то из ваших коллег написал в социальных сетях или в телеграм-канале, и мне очень понравилось. То есть можно бесконечно ругать исполнительную власть, муниципальную власть, но начинать надо с себя. Если мы будем парковаться на улично-дорожной сети только в разрешенных местах, уборка будет производиться качественнее и своевременнее. Поэтому, чтобы не тратить дополнительной силы на очистку данных территорий, где за один цикл техника бы прибралась, и не отвлекаться на передвижку транспорта, на перемещение или эвакуацию транспортных средств, то, конечно, уборка была бы быстрее. Естественно, все жалобы, обращения, которые поступают и в администрацию города посредством социальных сетей, в том числе, отрабатываются незамедлительно. То есть у нас есть рабочие, так сказать, инструменты для того, чтобы в ручном режиме направлять бригады, чтобы они быстро, оперативно решали те проблемы, которые вызваны на том или ином участке уличной дорожной сети. А действительно вот в прошлый снегопад всю имеющуюся технику вывели? Да. То есть, получается, даже все имеющиеся техники не хватает? Нет, ну смотрите, что мы понимаем под всей имеющейся техникой? То есть у нас ведь есть еще техника, которая задействована в снеговывозке. Ну, естественно, если мы расчищаем дороги, то мы не задействуем КАМАЗ, который предназначен для того, чтобы вывозить снег. То есть вся техника, а именно КДМ, ну вот техника, которая трактора, бульдозеры, они, естественно, все работали в круглосуточном режиме. То есть у них была только пересменка для того, чтобы заправить технику и поменять личный состав, который работает, и все. Так вся техника работает. К управляющим компаниям было много претензий, и Вячеслав Семаков неудовлетворительную оценку ставил. Вот за это сколько дней? Четыре, да? Четыре дня прошло уже. Исправилась ситуация? Перестали жалобы поступать? Нет, ситуация не исправилась, потому что у нас, если я помню, 117 управляющих компаний, они, естественно, не все добросовестно и качественно выполняют свои обязанности. То есть собирают с граждан, в том числе и с нас с вами, плату за коммунальные услуги, а свои обязанности выполняют не всегда хорошо. И нет техники у них для очистки дворов. На самом деле все должно быть одновременно. То есть если сейчас днем все у нас уехали на работу, и двор чистый, надо его почистить от снега, для того, чтобы, вернувшись, мы смогли спокойно поставить свою машину на парковку. А ночью, когда машин нет в городе, техника, а именно все подрядные организации, они бы прибрали уличную дорожную сеть, и с утра, проснувшись, вы спокойно могли без пробок двигаться. В связи с тем, что некоторые управляющие компании плохо отрабатывают, получается, что людям во двор невозможно ехать, они бросают свою машину на уличную дорожную сеть. И такой у нас комок... Круг замыкается. Круг замыкается. Поэтому тут надо в связке работать. Естественно, с управляющими компаниями отдел в департаменте у нас отработал, то есть их не раз собирали, говорили о том, что необходимо увеличить количество техники у себя в организации для того, чтобы своевременно очищать дворовые территории. Потому что от этого качества уборки зависит и уличная дорожная сеть. Нельзя их отделять друг от друга. Ну вот у меня только сегодня двор начали чистить парковочные места. Ну вот, а прошло, получается, пять дней. Ну, это уже на пятый день получается. И все-таки я хотел бы вернуться на проезжую часть. Удается ли все-таки исправить эту ситуацию? Вот я живу в доме, который находится на улице Горького. Там у нас нет знаков, запрещающих стоянку в ночное время. И вот эти припаркованные автомобили, там есть и грузовики, и автобусы в том числе. Я вот иду и смотрю, настолько широкое пространство, ими перекрыто, они стоят, ничего не нарушают. Да, по сути-то вот. Все-таки как с ними-то работать? Да, вот, если я правильно понимаю, эта проблема начинается от улицы Московской и заканчиваться улицей. Ну, даже пусть будет... Ну, в сторону автовокзала, да. В сторону автовокзала, да, Азина. То есть у нас там есть и парковочные места, и широкая проезжая часть. И здесь действительно грешат водители тем, чтобы оставлять свои грузовики, даже на длительное время, тем самым заужая уличную дорожную сеть. Сейчас, как правильно отметил глава администрации, необходимо вносить оперативно изменения в проекты организации дорожного движения и устанавливать знаки. Самый оптимальный, на мой взгляд, это чёт-нечет. То есть слева, с правой стороны... Как это у нас уже реализовано активно. Да, на других улицах мы с вами видим. И вот такие второстепенные улочки, которые у нас установлены, запрещающие знаки, они нам позволяют сегодня в день отчистить одну сторону, там, ночью в другую сторону уличной дорожной сети. И тем самым и гражданам комфортнее парковаться, потому что нет проблем и нет. И машинам, которые прибирают город, тоже удобно работать и знать, что он не повредит другой транспорт, который припаркован. Ну, пожалуй, позитивный пример у нас есть в этом отношении. Вот улица Дериндяева, рядом с которой мы сейчас находимся, да? Да, знаки. По чётным и нечётным дням стоянка запрещена и всегда почищена, собственно, когда на одной стороне-то нет транспортных средств. Тут, видишь, на руку играет то, что это центр города, и нет, например, больших грузов, да? То есть, если, опять же, возвращаться в мой район на улицу энтузиастов многострадальную, то даже если там поставят знаки чётные и нечётные, мне кажется, потребуется несколько месяцев, чтобы найти владельца всех больших грузов, которые там стоят, и убрать их оттуда. То есть четырёхполосная улица зимой превращается даже не в двух, а в полутораполосную. То есть это история не только этой зимы, но и прошлой. Поэтому вот такие решения, они хороши, да, для центра города, их можно принять вот в сию минуту. А толку от того, что ты поставишь знаки, они не будут соблюдаться. Тут тоже такая двоякая история. Ситуация ведь ещё и заинтересовалась прокуратура. Накануне появилась информация, да, от прокуратуры о том, что было выявлено более 50 участков, содержание которых осуществлялось ненадлежащим образом. Эта информация сегодня в новостях у нас звучит. Да, и 80 человек пострадало. Да, и представление в адрес администрации, лично руководителям Вячеслава Симакова вынесено. Я не понимаю, только за какой период эти участки были обнаружены. Вот за последние дни вы можете как-то так прокомментировать. Естественно, контрольно-надзорные органы по всем жалобам граждан, естественно, пишут нам представления, предписания, в том числе по уборке уличной дорожной сети. В настоящее время проводится проверка. Если найдут факс ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны подрядной организации, естественно, мы будем всевозможные применять меры для наказания штрафом, почему они не своевременны. Специалисты администрации именно ищут нарушения? Или в том числе прокуратуры? Нет, прокуратура, естественно, запрашивает все документы у администрации города по уборке тех участков, которые написаны в обращении граждан. То есть должна ли была быть техника в этот момент, на этом участке? Да, мы смотрим трекеры, у нас все по глонасу видно, когда, где, сколько раз проезжал, был ли осуществлен выезд техники по этому. То есть прикладываются фотографии выполненных работ. Это тоже у нас ежедневно, ежечасно, ежеминутно на некоторых участках. По итогам последнего снегопада кому-то из подрядчиков уже, ай-яй-яй, было? Конечно, мы ежемесячно наказываем за надлежащее исполнение муниципального контракта подрядчиков. У меня один подрядчик, это ГДМС. Кем у него договорные обязательства, это его проблема. Мы наказываем ГДМС, транслирует он это над своих подрядчиков или нет, это сугубо их право, но мы наказываем ГДМС. Много уже? Ну вот, как было анонсировано ранее, там по два и более миллиона наказываем их за вот недонадлежащее исполнение обязанности по муниципальному контракту. Мотивирует ли их это, вот это наказание, да, ответственное все-таки подходить к своим обязанностям? Перед снегопадом сразу миллион принесли, так и это за следующий снегопад. Наверное, любая организация, да, стимулирует. Любая организация должна понимать, что если она недополучила какой-то доход, ну, наверное, ей не хватит на какую-то расходную часть. Поэтому, естественно, их это стимулирует, и я думаю, директор после каждого совещания, которое у нас проходит почти что ежедневно, он получает, так сказать, порцию допинга для того, чтобы идти и работать быстрее. И еще, да, по поводу прошедшего снегопада в предыдущие выходные, много было жалоб, и в том числе я наблюдал картину, да, высказывался по этому поводу в нашем эфире на неделе, это очистка пешеходных дорожек, тротуаров. Или неочистка. Или неочистка, да. После снегопада, идя на работу в понедельник, ну, прям заметно было, что где-то не успели еще, да, где-то еще так называемая козья тропа, где-то прошли, ну, вот, прошли очень узко, но, видимо, торопились, да, хотя бы хоть какую-то дорожку создать для пешеходов. Потом это все расширили, то есть в эти привычные границы. Я бы так сказала, что вот в первые часы после снегопада видно, что приоритет отдается не пешеходам в городе. В проезжей части, да. Основным, магистральным улицам, нам давно известно. Ну, вот все-таки по части именно тротуаров, пешеходных зон, как подрядчики ориентированы, какие нормативы там существуют? Нет, ну, действительно, то есть сначала проходим магистральные улицы, потом второстепенные, и одновременно они должны проходить тротуары по магистральным и второстепенным улицам. Действительно, сначала они первый раз цикл, если там снегопад еще не закончился, то есть они проходят для того, чтобы обеспечить доступность. Затем, так как снегопад спадает, они должны обеспечить ширину тротуара в полную, полную ширину тротуара, то есть очистить. Естественно, если первый раз они прошли один раз для того, чтобы охватить максимальное количество территорий, то в следующий раз уже цикл, они уже проходят весь тротуар, так скажем, от бордюрного камня до бордюрного камня, чтобы не было нигде, так сказать, наката, гололедицы, для того, чтобы полностью тротуар на всю ширину был готов, очищен. Ещё такая ситуация, да, достаточно часто она возникает там, где тротуар вплотную прилегает к проезжей части, либо вот какие-то прям совсем... Без бордюра ты имеешь в виду? Или не обязательно? Да, когда снег с проезжей части сгребают на тротуар, и он остаётся там, ну, остаётся там, точка. То есть пока люди заново не протопчут этот тротуар собственными ногами. Вот здесь есть какие-то требования к подрядчикам, да? То есть если машина прошла и засыпала тротуар, его разгрести-то потом надо? Естественно, они должны очистить и проезжую часть, и тротуар. Естественно, то, что он сгребает и делает снежный вал в сторону тротуара, затем механическая либо ручная очистка идёт и должна обеспечить проход для пешеходов. Есть какие-то сроки оговорённые? Ну, естественно, там вся очистка есть в нормативе. То есть, ну, грубо говоря, 6 часов после снегопада они должны очистить все улицы и путепроводы. Ну, такие магистральные. Чем категория улиц уменьшается? Ну, например, если там грунтовой дороги, там даётся до 4-5 дней для того, чтобы полностью очистить. Поэтому, конечно, есть, конечно, не всё получается сразу, подрядчики наказаны, но стремимся не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы качественно очищать. Цель-то для того, чтобы людям было лучше ходить после снегопадов, и они могли спокойно проходить, а не для того, чтобы наказать подрядчиков. Ещё момент, да, в связи с вот этим грядущим потеплением, тоже уже перед эфиром мы говорили. Да, ну, собственно, мы свидетелями его являемся. И на грунтовых дорогах проблемы будут, да, и в городе, скорее всего. Тут уже по этой части какой график, план? Ну, естественно, ГДМС ориентирована на то, что в случае потепления, то есть у нас грунтовые дороги начинают, так скажем, плавать немножко. То есть технику надо туда пускать не такую массивную, чтобы не делать колейность. Тротуары, грубо говоря, которые у нас в снежном исполнении, они будут вязнуть, поэтому технику будут туда дополнительно направлять для того, чтобы выровнять и не было кашицы, так скажем, да. Поэтому всё работает для того, чтобы не столкнуться с этими проблемами. Все ориентированы для того, чтобы грамотно, чётко отработать на проблемах. Ну, давайте ещё вернёмся к сегодняшнему снегопаду. Ты сегодня ехал за рулём, да? Я сегодня шёл. Вот у нас есть. И стоит с другой стороны посмотреть. И проезжие части тротуаров, по крайней мере, в центре города, сегодня обработаны реагентами, да, если не ошибаюсь. Идёт вот это таяние, то есть уже до асфальта, до основания. Снег сейчас идёт, всё это превращается в кашу, да, собственно. Дальнейшие шаги уборка только, да? Затем механическая уборка, именно они должны очистить эти тротуары от этой кашицы. Ну и затем должны вывести всю эту кашицу с улично-дорожной сети. Ну вот прокуратура, кстати, в том числе указывала на несвоевременную уборку вот этой вот каши. Тут она в течение какого? Это же не часы, это же меньше, по-моему, да? Ну, после того, как обработка прошла, через сколько должна уже техника пройти, которая уберёт? Ну, смотрите, если там несколько часов уже, да, реагент работает. Да, если там реагент работает несколько часов, ну, то есть до трёх часов некоторые там, бионорт, галит и прочее. Естественно, если ты посыпал, и цель твоя для того, чтобы убрать гололедицу, то надо необходимо следующий цикл пройти и очистить. Ну, для того, чтобы этой кашицы не было на этом месте. Естественно, если у техники, ну, грубо говоря, она проехала круг, сломалась, грубо говоря, вот такие ситуации получаются. Ну, например, круг проехал, следующий должен сгрести. Ну, вы видите, маленькие такие муравейчики ходят у нас, впереди у него щётка для того, чтобы сметать, а сзади он раскидывает, ну, вот это, противогололёдный материал. Поэтому сейчас запускаем друг за другом, чтобы если в случае чего-то, ну, один из них вышел из строя, чтобы второй его подстраховал. Тем самым, вот этот накат гололедицу друг за другом они, так сказать, подчищали. Что касается веществ, средств, да, реагентов, которыми обрабатываются проезжие части и тротуары, что с ними, их достаточно сейчас у нас? Да. В связи с обильными снегопадами, тут тоже... Тут ещё ледяной дождь был, да, но нам много пришлось потратить. Да, фотографии в соцсетях были, что какие-то реагенты там очень тёмного цвета какие-то появились, песок активно использовался у нас на пешеходных дорожках, даже я несколько фотографий делал на улице Горького. Ну, действительно, очень скользко было, и тут лучше уж песок, чем действительно падать и расшибать себе, не дай бог, с серьёзными последствиями для здоровья. Лично ездил на базу ГДМС, смотрел в достаточном количестве, у них есть вот эти все реагенты, галит, песок и всё, что необходимо для того, чтобы подсыпать. В достаточном количестве до февраля всего хватит, ближе к январю будет поставка дополнительного, если потребуется материала, поэтому всё в достаточном количестве. Песок действительно сыпали на тротуарах, там, где это предусмотрено, норматива. На дорогах песок не сыпали. Давайте ещё хочется вспомнить, опять эта тема была поднята совсем недавно, о появлении некого информационного общедоступного ресурса, чтобы каждый желающий мог зайти в интернет и увидеть, где какая техника работает. А, да, кстати, люди тут интересовались, где же, где же. Нет, всё-таки. Она несколько лет назад была, насколько я помню, да, мы ещё в редакции так активно изучали, чисолил бы. Ну, по-моему, тоже к ГИС ЖКХ, по-моему, привязана была карта, если я помню. На платформе, да, по-моему, да. Вот смотрите, на платформе... О чём сейчас идёт речь? ГДМС есть информация, там, в том числе в социальной сети, как ВКонтакте, они там всё выкладывают своевременно, где приводят уборку. Также работа, ну, имеется в виду графики и снеговые выиски, они также выкладываются на сайте администрации. В режиме онлайн такого нет. Пока нет. Пока нет, да. То есть, естественно, можно позвонить в единую диспетчерскую службу, где они могут вам оперативно подсказать, будет ли... Хочу посмотреть на технику, да, где можно... Не технику, а где сегодня будет снеговый выиск. Они должны вам там, диспетчер, сказать, он обладает этой информацией. Ну, а планы хотя бы по созданию или пока... Ну, просто, да, появлялась же какая-то информация о том, что можно... Откроют какие-то там данные для всех пользователей, что можно будет куда-то вот зайти на какой-то сайт и посмотреть где-то... Я помню, несколько лет назад мы смотрели здесь в редакции, там можно было увидеть марку техники, что это за техника, скорость её движения, если она движется. Ну, и, соответственно, если не движется, то 0 км в час. Вы знаете, что я не люблю говорить того, что я не знаю, либо там не готов... Ну, то есть, не владеть. У нас полминуты у нас, да. Да, сейчас не готов сказать, возможно ли это в общий доступ выставить. Я знаю, что мы в реальном времени видим, где техника находится. Если это, возможно, будет сделать так, чтобы в общедоступном доступе для всех стало, ничего секретного в этом нет. Поэтому давайте подумаем, если это действительно кому-то интересно и важно. Люди увидели, о, к нам едет трактор и вышли его встречать. Артём Драчков, зам. начальника департамента городского хозяйства. Первую часть завершаем, после продолжим беседу. Артём Драчков, зам. начальника департамента городского хозяйства. Сегодня у нас в студии беседу мы сейчас продолжим. Долго сейчас проговорили, да, про уборку после снегопада в город. Ну, понятно, то, что сейчас активно беспокоит всех нас абсолютно, всех жителей областного центра. Мне опять вспоминается этот опыт интересный очень Санкт-Петербурга, когда из местного бюджета выделяются деньги, и прям людям предлагается, хочешь поработать на расчистке снега? Вот лопата. Вот тебе деньги, вот лопата, вперёд. Вот тебе тысяча рублей, если успешно отработаешь свою смену там на участке, на определённом. Может, у нас тоже пора нечто подобное вводить? Вы же знаете про этот опыт Санкт-Петербурга. Он в прошлом году впервые был использован, да, в этом году активно продолжается. И всё больше и больше число районов Северной столицы у нас подключается к этому. Ну да, кстати, очень хороший опыт. И Москва в снегопад тоже выходила с лопатами. К сожалению, у нас небольшая часть активистов вышли тоже расчистить небольшую территорию и всё. Да, действительно, ручников, так скажем, да, тех, кто работает лопатой на уличной дорожной сети, их не хватает, потому что они не идут. Не идут, потому что это действительно такой тяжёлый труд. Тяжело? Тяжело, неохота многим мёрзнуть и ходить. Но действительно, вот я им всегда очень благодарен, потому что благодаря им мы можем через пешеходный переход проходить, потому что они там дорабатывают, техника там не может проходить. Ступеньки, лесенки, это только ручной труд. Скажем так, труднодоступные места. Труднодоступные места, да, действительно, без них никуда. Если бы их было в изобилии и они там не болели, например, то, конечно, эти места бы отрабатывались быстро. К сожалению, вот вакансия постоянно висит там даже на сайте акционерного общества ГДМС, но это вообще редко-редко кто идёт самостоятельно и готов. Какой у нас сейчас недостаток в специалистах ручного труда по уборке? В два, в три, в четыре раза мы не дотягиваем до той цифры, которая была бы оптимальной для областного центра. Ну, оптимально, да, как минимум в два раза мы должны количество ручников увеличить для того, чтобы одномоментно на всех участках, чтобы все люди сразу прибирали. А есть там костяк, кстати, этих вот людей, специалистов? А вот действительно только на этом костяке держится всё. Да, костяк, или каждый год это всё новые люди, там сезонные какие-то, рабочие. Нет, есть люди, которые, знаете, вот, любят свою работу, и мне нравятся те люди, которые вот преданы своему делу, они работают, и их уже знают даже те люди, которые в одно и то же время ходят на работу. У нас дворник, который работает годами нашу территорию прибирает. Но он от управляющей компании всё-таки работает. Ну, то есть всё равно, это же, вот смотрите, мы ручников берём не только там в подрядных организациях на уличной дорожной сети, но это зависит и от управляющих компаний. То есть они же примыкают, грубо говоря, к уличной дорожной сети, и как раз выходить на проезжую часть без того, чтобы он поработал, ну, невозможно. Поэтому, действительно, вот ручной труд, в данном случае, там, зарплаты не такие высокие, но люди, которые там костяк работают, и им огромное спасибо за то, что они чистят наш город и дают нам возможность ходить. Может, какие-то методы поощрения разрабатывать дополнительно, может, доска почёта, вот лучший... Мы стимулируем как можем, с своей стороны, ну, в плане ГДМС стимулирует, поэтому, действительно, всех желающих, кто хочет, так сказать, помочь городу, ГДМСу и сделать город чище, мы ждём, акционерное общество ГДМС готово принять на работу. Ну, давайте сейчас будем перемещаться в то время года, когда снега нет, я имею в виду тёплый сезон, да, когда у нас активно идёт процесс дорожного ремонта и строительства. Ну, не знаю, на мой взгляд, в последнее время внимание горожан именно к ремонту и строительству дорог, оно такое, ну, спокойное. Как само собой разумеется, ремонтируют каждый год планы, федеральная программа езды, безопасные и качественные автомобильные дороги. Я помню, когда впервые объявлялось об огромных суммах, которые к нам заходят из федерального центра, вот это, конечно, такое воодушевление, да, вызвало больше миллиарда рублей каждый год, а сейчас как-то вот уже всё, да, и многие признают, что качество дорог улучшилось, можно добраться без проблем, не попав в яму какую-то. Давайте, в общем, будем подводить итоги работы в этом году по дорожному ремонту в областном центре. Ну, безопасные и качественные дороги в 2022 году подошли к своему логическому завершению. Это уже у нас шестой год, когда реализуется эта программа, и правильно вы сказали, что в 2017 году мы стартанули, и тогда у нас нормативные, так сказать, нормативы, состояние дорог был около 15%, а сегодня, в 2022 году мы заканчиваем уже с показателем 75,6%. А можно, да, можно в двух словах хотя бы пояснить, что значит соответствие нормативному состоянию? Ну, то есть вот мы дорогу сделали, один километр дороги, да, всё, она в нормативе. От 10 таких дорог всего, например, если в населённом пункте было 10, мы одну сделали километрово, а всего 10 километров, значит, в нормативе у нас 10%. Значит, сейчас мы сделали из 100 всех имеющихся дорог 75 у нас в нормативе. А вот смотрите, а вот из этих 75 дорог первая дорога когда была отремонтирована? Может быть, она за эти годы уже снова пришла в ненормативное состояние? Для этого у нас и существуют межгарантийные сроки, и они составляют 48, а где-то и 60, да, если капитальное строительство месяца. И, естественно, если она выходит в строю по гарантии, они нам её восстанавливают. Если межгарантийный срок вышел, и мы можем участвовать в БКД, это загруженные улицы, там, да, например, Карла Маркс, там, Ленина, то действительно можно и через 4 года отремонтировать. Но цель, как сказал президент, то есть норматив должен там до 85-90% быть у нас, все дороги должны быть в нормативе. Ну, тема гарантийного ремонта, это такая, можно сказать, отдельная такая большая плоскость, да, собственно. В этом году, да, тоже там много претензий в этом отношении высказывалось, мол, подрядчики сосредоточены только на строительстве новых участков, когда они будут по гарантии это выполнять, и там тоже, я помню, цифры приводились достаточно большие, требуется тоже работать. Хорошо, какие основные нюансы были ещё в этом году по строительству дорог в рамках БКД, может быть, появились какие-то новшества? Ну, да, смотрите, у нас отремонтировано 47 участков уличной дорожной сети, это более 30 километров дорог, и три участка у нас начали по капитальному ремонту, то есть по ремонту уличной дорожной сети, там, ГДМС и Ветавтодор, работали у нас, капитальный ремонт улицы Ленина, это расширение улицы Ленина современное, да, произошло, начался капитальный ремонт улицы Студенческий проезд от Московской до Воровского, в следующем году мы её закончим, и улицы Проезжие и Павла Корчагина, это где круговое движение, то есть тоже работы начаты, в текущий момент они как бы завершены на сегодняшнее время, а продолжатся в следующем году и дойдут до своего логического завершения. Ну и, конечно, строительство двух, строительство двух объектов, это у нас улица Сурикова, вы видели, что как бы запустили дороги, и улица Зеленина, от улицы 8 Марта в микрорайон Долгушино. Вот это из того, что как бы раньше не было по капитальному строительству, с ремонтом, то есть дорог, а в этом году уже появилось. А в следующем году Солнечный в итоге что-то? Да, в следующем году мы с вами студенческий проезд хотим реализовывать, да, это от Московской до Воровского. Проезжую закончим, начнём по капитальному ремонту улицы Крупской, также по строительству улицы Солнечной от Воровского до Производственной. То есть, да, работы там будут не за один год сделаны, но именно улицу Солнечную мы начнём уже с прошлого, ну, с начала следующего года. Ну, один из таких, да, самых, наверное, проблемных, плачевных участков, да, особенно в непогоду, в межсезонье. Даже можно сравнить его с Суриковым, можно, да, вот по некоторым каким-то местам, труднопроезжим. Ну, кстати, по поводу улицы Сурикова хотелось бы поподробнее поговорить. Мы же обсуждали недавно эту тему, да, когда ты едешь на юг по Сурикова, в сторону Комсомольской, огромная проезжая часть у сделанной улицы Сурикова, и она упирается в узенькую Комсомольскую, да, и уже есть там проблемы, нарекания, светофор там поставили. Нет, но сейчас эту проблему мы решили оперативно там буквально за одни сутки после того, как светофорный объект поставили, донастроили светофорный объект подрядчики, сделали ту диаграмму, которая актуальна к тому перекрёстку. То есть он сейчас больше лоялен, так скажем, тем, кто по Комсомольской движется. Да, по Комсомольской движется, потому что действительно улица Сурикова ещё не загружена на 100%, как другие улицы. Да, там нет такого трафика. Поэтому, естественно, так как люди используют больше улицу Комсомольскую, естественно, сделано для Комсомольской. Вот смотрите, да, много лет была проблема с выездом из микрорайона Зиновы. Одна дорога, которая упиралась в Ленина, то есть выстраивалась там вот эта вот пробка, а аналогично... Ну там на Тимирязево, там можно ещё выйти. Но тоже не очень комфортно. Как говорится, в зависимости от сезона, да. А сейчас аналогичная проблема, я даже сказала бы, наверное, ещё хуже, да, складывается в Урванцево. Каждое утро полтора километра пробка. То есть пробка от Дорфеева и до Ульяновской, это вот прям, если кто-то думает, что я преувеличиваю, нет, это полтора километра. А по времени сколько это занимает? Вы стоите... По-разному кто... Ну, люди говорят 20-30 минут вот едут. Вот этот вот участок. Для Кирова полутора километровая пробка ежедневная. Мне кажется, это не очень нормально. Анонсировали строительство там улицы Плетнёва, но опять же тупиковое. То есть получается выезда микрорайон опять не получает. При этом получено разрешение на строительство и не одно, насколько я понимаю, в этом районе многоквартирных домов. То есть получается многотысячный, уже можно так говорить, да, многотысячный район имеет один единственный выезд в город. И я видела, да, что давал администрация комментарий по этому поводу, но все они сводятся к одному, ну, если будут деньги. Так рассуждать, наверное, нельзя, кто так говорил, что если... Хорошо, поясните. Надо, естественно, стремиться к тому, чтобы выезд с данного микрорайона был обеспечен с нескольких сторон. В том числе, там, например, через поселок Садаковский, да, там, через СНТ, где есть, для того, чтобы тем людям, которые надо на юго-запад, ну, в другую часть города, там, в сторону Луганской, чтобы был проезд. Затем, правильно вы сказали, если комплексное развитие территории дается для строительства, строители тоже должны внести лепту для того, чтобы построить своим будущим клиентам, которые покупают квартиры, у них дорогу для того, чтобы им было более комфортно выезжать. Да, я видел этот проект уже по Плетневу для того, чтобы он был не тупиково, а выходил на проспект строителей. Поэтому это была бы связка, то есть с двух сторон. Но там вот по проспекту называется дата 26-й год. Сейчас, ну, вот 23-й только наступает. К 26-му, мне кажется, там люди просто кончать жизнь самоубийством в этой пробке начнут. Нет, я согласен с вами, что это точно не 26-й, это надо заниматься уже край 24-м, чтобы этот выезд был. И самое главное, что решит проблему хотя бы временно, это вот расширение перекрестка энтузиастов и Ульяновска. Для того, чтобы люди максимально там в две полосы с одной и с другой стороны смогли бы выезжать или на улицу Шерса и поворачивать туда, к Риму и Юровской. Это бы разгрузило данное временное решение. А по уму, естественно, надо было продолжать капитана Дорофеева с выездом на улицу Шерса и на Шерса. Тогда бы у нас такая была бы вектор во все четыре стороны, можно было бы уезжать и люди бы, так сказать, комфортно могли выезжать с места своего проживания. Я все-таки недопонимаю, это задача застройщика, который проектировал вообще район его развития? Я не знаю, как переговоры велись. Переговоры ведутся, ну знаете, это как бы другая часть моих коллег, которые занимаются. Они ведут переговоры с застройщиком для того, чтобы он на момент строительства дома вел еще строительство дороги. Ну то есть участвовал в других федеральных программах по вводу жилья, да, для того, чтобы и дорога строилась, и жилье было. Я, насколько помню, у застройщиков, у одного из застройщиков этого микрорайона были проблемы с изыманием земель под дорогу. Ну, я не знаю, там решилась эта проблема, не решилась. Изымание, в смысле, перевод? Там участки садовые, там садоводчество. И часть людей была против того, чтобы у них не стало сада, но стала дорога на месте этого сада. Ну ведь у нас всегда так, то есть неважно, либо застройщик будет строить, либо муниципалитет, все равно, если дорога проходит по той территории, которую необходимо, грубо говоря, использовать потом при строительстве дороги, ее изымают либо по суду. Из-за этого у нас и случаются проблемы в исполнении муниципальных контрактов. То есть время удлиняется, потому что суды не все согласны со стоимостью, либо там с условиями взамен на свой, так сказать, участок земельный. Но это рабочие моменты, надо решать и не стоять на месте. То есть не задают вопросов только тем, кто, наверное, не работает. Поэтому работаем и стараемся, вот даже сейчас там светофорный объект, если вы знаете, заменили, вот, поэтому какие-то вопросы были, в течение суток подредактировали его, чтобы свет зеленого светофора горел оптимально так, как до этого горел, чтобы не было каких-то дополнительных трудностей жителям. Что касается ремонта, да, на будущий год еще есть какие-то дороги, возможно, магистральные, что-то еще будут ремонтировать, крупные, я имею в виду, то есть не ямочный ремонт, а? Понял, ну вот смотрите, мы в следующем году планируем сделать 25,9 километра в городе. И самое главное, что хотел бы... Это чуть меньше, да? Чуть меньше, да. Ну смотрите, что бы хотел отметить, что объекты ремонта осуществляются с учетом результатов процедуры голосования. И тут именно граждане выбрали, какие мы участки дорог будем ремонтировать. И самое важное, что вот сейчас в 23-м году и плановый период 24-й, там по районам у меня разбивка, конечно же, есть, там в основном именно пригороды. Ну то есть, например, если мы берем Ленинский район, там это поселок Захарищево, там микрорайон Ленгасово. Если берем там Октябрьский район, то поселок Ганино, поселок Садаковский, ну то есть там деревня Сергеевы. Если берем там Первомайский район, то там деревня Богородская, деревня Малая Суботиха. То есть мы уходим, так сказать, из центра в окраину для того, чтобы все могли воспользоваться этой федеральной программой и все дороги довести до норматива уже, так сказать, на выезде из города и в удаленных микрорайонах. Поэтому это будет особенность следующего года. Ну раз уж затронули это направление, на которое тоже очень много жалоб, прям в ежедневном, это Старомосковский тракт, Садаковский, Костина, Русская, Бахта и так далее. Какие-то особые планы есть в отношении этого участка дороги? Ну вот проблемы тоже самые, да, огромные, огромные скопища, да, так сказать, транспортных средств в утреннее и вечернее время. Вот для того, чтобы там стала лучше пропускная способность, сейчас у нас готовится проектно-осметная документация управлением строительства для того, чтобы продолжить улицу Воровского и соединить ее с Московской. Тем самым мы разгрузим, то есть уже не одна полоса будет по Московской, то есть в районе метро улица Воровского и Московская соединятся. Тем самым поток машин разделится. То есть частично кто-то поедет в сторону перекрестка Московской и проспекта строителей, а частично проспекта строителей и Воровского. Да, все верно. То есть, естественно, это не одномоментная, так сказать, задача, которую можно решить за один день. Там на самом деле расстояние совсем небольшое. Там небольшое расстояние, но оно разгрузит значительно. А в идеале необходимо продолжить улицу Луганскую для того, чтобы, так сказать, жители микрорайона Метроград могли выездить на Луганскую, тем самым у них было бы три выезда со Старомосковского тракта. Понимаем. То есть там как раз перекресток, грубо говоря, где раньше был железнодорожный переезд, вот в этом месте. И у нас бы получалось, что такой тройничок, который выходил бы со Старомосковского тракта, и потоки машин разделялись бы на Воровского, Московского и на Луганске. И во все части города у нас бы разъезд был. И все это бы еще было сделано в виде кругового движения, например, да? Нет, здесь круговое движение, наверное, неуместно. Почему? Потому что улицы, они у нас не под Т-образным пересечением. Нет, ну можно же проложить так, что они... Нет, но это будет неудобно для, так скажем, для водителей, потому что скажут, зачем придумывать лишние сложности, когда можно сделать как есть. Что касается, кстати, кругового движения в планах администрации продолжать это направление, ну вот в частности мы знаем о том, что вроде как отказались от инициативы по строительству по организации кругового движения на Короломарксе и Октябрьском проспекте, да? Да? Активно там обсуждалось это все. Один из нюансов заключается, видимо, в том, что а куда провода для троллейбусов, да, собственно? Он говорил уже вроде бы на одной из передач, о том, что забыли они про троллейбусы, это проектировщики. Мы им напомнили, естественно, они стали дорабатывать. На самом деле, круговое движение во всех городах, они разгружают уличную дорожную сеть, и от этой практики не надо отходить. В планах есть, проектировщики работают, к сожалению, проектировщики и госэкспертиза, это не такой быстрый процесс, как кажется все. Но вообще с троллейбусными проводами это реально реализовать вообще? Да, реально, просто это дополнительная финансовая нагрузка, в том числе на проект, потому что необходимо перемещение сетей, перемещение опор, все верно. Только и в этом загвоздка. Я прошу прощения, мы выходим сейчас, уходим уже и продолжаем еще. Нет, мы продолжаем, у нас еще пять минуточек есть. А другой участок, да, по которому очень часто тоже возникают вопросы, и в принципе там ничего вроде бы как строить не надо, он готов, это вот это вот недокольцо перед вокзалом. Периодически там предлагают организовать движение как на кольце, вот поэтому тоже возникает периодически этот вопрос. То есть на привокзальной площади непосредственно? Да, это привокзальная площадь, да? Ты имеешь в виду пространство? Ну вот между летом и... И ЖД вокзалом. И ЖД вокзалом, да. То есть вот этот вот кусочек, который регулируется там, помеха справа сейчас, по-моему, да? То есть его предлагают, периодически кто-нибудь выходит с предложением организовать это как кольцо, кольцевое движение. Ну, знаете, здесь проблема в том, что у нас здесь большой трафик пешеходов. И если мы здесь делаем кольцо, у нас будет сложность перехода для пешеходов. И в данном случае вот та развязка, которая у нас прямо на привокзальной площади, она сейчас оптимальна. То есть здесь для того, чтобы убрать пешеходов отсюда, надо было реализовывать так, чтобы пешеходы ходили либо над землей, либо под землей. Ну, историю под землей, мы как люди, давно работающие в средствах массовой информации, мы помним, как она тоже в свое время активно обсуждалась. Поэтому сейчас это оптимальный вариант для того, чтобы пешеходам переходить именно вот эти две проезжие части, так скажем, разделенные. Ну и еще раз сопроизводственные. Там тоже велись разговоры о том, что, возможно, что-то там можно запихнуть. Нет, смотрите, там можно только радиальные такие, сделать очень дорогой проект, как в Москве. То есть мы никогда на такое не выйдем. Почему? Потому что здесь частная земля, здесь много торговых центров, и радиальная такая развязка, она не встанет здесь. Чтобы расширить этот перекресток, у нас проектные работы сейчас идут. Вот как госэкспертизу получим, то в следующем году обязательно реализуем. А там, то есть это вопросы дополнительных полос каких-то? Да, это будет уширение всех полос во всех стороны, для того, чтобы перекресток стал более пропускно способен, и все. То есть здесь и остановки немножко сдвинутся вглубь, так скажем, к территориям, и количество полос увеличится. То есть ты подъезжаешь и сможешь, одна полоса налево, другая прямо, другая направо. То есть вот так вот со всех сторон, чтобы было комфортно. Ну, раз уж мы продолжаем так активно говорить про организацию дорожного движения в областном центре, недавно как раз была информация о том, что в ближайшие прям вот недели, даже не месяца, а недели, должна появиться новая редакция, вроде как организации дорожного движения в Кирове. По-моему, даже называлась дата где-то к середине января, что-то в этом роде. Это, наверное, вы говорите про интеллектуальную транспортную систему? Или центр управления дорожным движением? Нет, я имею в виду, что вот новая редакция, то есть актуализировать потребности, какие сейчас есть у горожан, у города в целом, в каких-то новшествах в плане организации дорожного движения. Ну, например, внедрение выделенных полос для общественного транспорта. Вот это я имею в виду, да. Нет, смотрите, у нас сейчас... Поработать вопрос, где это возможно. Вот смотрите, сейчас у нас завершается проектирование 22 улиц. Вот сейчас проекты уже на согласование в ГИБДД, и вроде замечаний к ним нет. Проектировщики все сдали. Существующих улиц? Существующих улиц. Где показалось, что 22 новые улицы мы еще будем строить. Проектируют, имеется в виду, проекты организации дорожного движения на тех улицах, которые как бы не запроектированы и не согласованы, не утверждены, так скажем, в новом исполнении. То есть любую улицу, когда мы меняем организацию дорожного движения, она должна иметь документ, согласованный с ГИБДД. Вот. 22 улицы мы сейчас вот заканчиваем проектирование. Ну, проектировщики с ГИБДД согласовываются. Давайте назовем хоть название парочку. Ну, например, улица Октябрьский проспект. Какие-то существенные изменения. Да, существенные, ну, в том числе, выделенную полосу мы хотим там сделать. Ага, ее анонсировали. Да, мы ее запроектировали, ну, то есть проектировщики по нашему, так сказать, техническому заданию. Поэтому будем запускать уже выделенную полосу на небольшом участке для того, чтобы попробовать, как это станет лучше, хуже в данном случае. Это задача следующего года, простите, но так вот можно смело уже сказать о том, что в 23-м году прям будет такой эксперимент? В 23-м году это будет не то, что эксперимент. Это будет введение выделенной полосы по Октябрьскому проспекту на одном из участков. И я не стесняюсь сказать, что это будет от Северного кольца до, ну, хотя бы до Искожевского. Да, до Искожевского даже. Ну, чтобы не стеснять условия для одного. Потому что если мы допрофсоюзно делаем его, то у нас останется одна полоса для личного. А вот там ширины хватает для того, чтобы... Да, там широкая проезжая часть. Да, широкая проезжая часть. То есть у нас остается две полосы в каждое направление, плюс еще выделенка. То есть хотелось, чтобы минимизация была ущерба для личного транспорта. Протяженность-то самого этого участка, она небольшая. Она небольшая, там около 300-400 метров, ну, грубо говоря. Но зато даже в час пик вы увидите, что общественный транспорт должен там будет без задержек ходить. Ну, смотрите, тут же вопрос организации, опять же, да. То есть общественный транспорт, автобусы, троллейбусы у нас пройдут по выделенной полосе. Дальше же им нужно будет в общий поток внедряться, да, вот как вот это сделано. Да, очень просто. Вот есть примеров. Сколько у нас минут? Мне кажется, сейчас нас отключат уже. Есть примеры, когда стоп-линия для личного транспорта вынесена чуть-чуть дальше от светофорного объекта. То есть он может втиснуться. Да, а общественный транспорт выезжает с кармана со своего и с выделенной полосы и встает, занимает любую полосу. Завершаем. Завершаем. Да, Дмитрий Развороз, Артем Драчков, заместитель начальника департамента городского хозяйства. Владимир Сметанин, Дарья Допузова, прощаемся. Спасибо. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok